Дорогие друзья, встречайте на нашем празднике президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко! Продолжение следует... Дорогие соотечественники, дорогие друзья, сегодня мы впервые в истории нашего государства отмечаем новый праздник Беларуси – День Народного Единства! Мы возрождаем этим самым традицию вспоминать события, вернувшие всем нам разрезанную по живому родную землю. В далеком 1939-м Беларусь воссоединилась в своих национальных границах. Веками разделяемый между княжествами, королевствами и империями народ впервые получил шанс построить собственное государство на своей исторической земле. Это случилось больше 80 лет назад – 17 сентября. Что значит этот день для нас, ныне живущих поколений? Это наша историческая память. Память, которая связывает воедино людей и эпохи, передает опыт и предостерегает от фатальных ошибок. Вся наша история порой трудного и драматичного пути к обретению и сохранению своей государственности не раз подтверждала древнейшую мудрость – сила в единстве. Мы, белорусы, знаем, что значит в угоду чужим национальным интересам, чьим-то непомерным геополитическим амбициям потерять половину родной земли, утратить связь с близкими и друзьями на долгие 20 лет. На долгие 20 лет свыше 4 миллионов человек, проживающих на оккупированной Польшей территории, были лишены права говорить на родном языке, учиться в национальных школах, развивать свою самобытную культуру, да и просто белорусами зваться. Нет ничего удивительного в том, что 17 сентября 1939 года жители Западной Беларуси встречали Красную Армию как освободительницу со слезами на глазах и цветами. Помнит эту встречу архивные фото, которые бережно хранятся в стареньких семейных альбомах. Да, сегодня мы не в силах заставить замолчать националистов разных мастей, потомков коллаборационистов, приравнявших это событие к нападению фашистской Германии на Польшу. Но мы можем и должны, наконец-то не стесняясь, ответить фактами. Что мы и начали делать. Напомню, в середине сентября далекого 1939 года Польша потерпела сокрушительное поражение в войне с Германией. Польские войска были разгромлены. Правительство бежало в Великобританию. Государство перестало существовать. Это Польша. На Западной Белоруссию нависла тень нацизма. Западной Белоруссию, которая входила в состав к тому времени уже не существующей Польши. Вернув утраченные исконно белорусские земли, советское правительство остановило смертельную угрозу для жителей региона на целых два года. Сегодня поляки очень обиделись на то, что мы в своем государстве, согласно нашей Конституции, празднуем этот Великий День. Почему обиделись? Земли-то польские. Оказывается, мы их оккупировали. Но встает закономерный вопрос. 1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу. И в течение двух недель польского государства не существовало. Если бы Красная Армия тогда не двинула свои войска на запад, к Бресту и Гродно, не факт, что немцы остановились бы там, на той западной границе под Брестом и Гродно. Они были бы уже под Минском. И я смею сегодня сказать, что если бы в 1939-м, за два года до нападения фашистов на Советский Союз, немцы были под Минском, боюсь, что не было бы великой победы в 1945-м. Один бросок до Москвы и Советского Союза не существовало бы. Поэтому это превентивное движение Сталина на Запад и воссоединение западных земель Беларуси с исконно белорусскими землями было правильным, справедливым и закономерным. Я специально попросил, уверен, что большинство в этом зале забыли вот эту карту. Посмотрите, что мы представляли в 1921 году. Посмотрите, где это была Беларусь. Растерзанная, разорванная, поделенная и половину отданная туда. Это было справедливо? Нет. 20 лет люди мучились. 20 лет над ними издевались. Запрещали разговаривать так, как они хотят. Я не говорю, что учиться. Детям негде было. Шло ополячивание, полонизация этой части Беларуси. Мы не могли с этим смириться. И к 1939 году вот эта восточная часть, три наших области и то не полностью, были переданы нам из Российской Федерации в состав Беларуси. И к 1939 году Беларусь оказалась разделенной пополам. Встает второй вопрос к полякам. Чего же вы в 1939 году не защитили свои исконно польские земли? Почему за две недели сдали всю Польшу до Гродно и Бреста? За две недели. Почему вы не умирали там, если это ваша земля? Что можно было говорить о землях, восточных креслах, которые входили в состав Польши? Несправедливо. Там, за Бугом, наши дни были бы сочтены. Поэтому не надо спорить. Давайте рассуждать по-житейски. Тогда была восстановлена справедливость. Белорусский народ снова обрел право жить. Я извиняюсь, уже потянула в историю. Опять на злобу. Многие могут сказать, ну как же можно было тогда полякам противостоять армии Германии? Тогда встает второй вопрос. А почему ваши покровители вам не помогли? Вы заметили, куда побежало правительство Польши? В Великобританию. А англосаксы крепкими тогда были. Почему не защитили, как обещали Польшу? И еще один вопрос. Так поляки же получили смертельный удар 1 сентября от своих союзников. Ведь Германия до 1 сентября 1939 года была в теснейшем союзе с Польшей. В обнимку ходили. Польское правительство, польское руководство готово было, это фактами подтверждаются архивными, готово было на центральных площадях Варшавы поставить памятник Гитлеру. И этот самый Гитлер через несколько месяцев растоптал Польшу. Вот не вся правда. Это так, что можно будет вспомнить. Но мы покажем и эту правду. Поэтому не предъявляйте нам претензий. Мы защищали в 1939-м свою землю. Мы воссоединились, и белорусский народ снова обрел право жить и развиваться в границах одной республики. За короткое время в западных областях люди получили бесплатное медицинское обслуживание, начали работу почти 6 тысяч школ, открылись национальные вузы и театры, строились новые фабрики и заводы, чтобы людям дать рабочие места, чтобы они хоть небольшую копейку могли заработать и прокормить свою семью. Во всех областных городах и райцентрах появились белорусские газеты и журналы. Воссоединение в 1939 году Беларуси дало мощный импульс развитию экономики, науки и культуры. Но главное, белорусы объединились, были вместе и в борьбе против сторонников воссоздания Великой Польши, и в борьбе с гитлеровскими оккупантами. На полях сражений, партизанских отрядах и подполье жители западной и восточной Беларуси, не задумываясь, умирали за свое отечество. В этой самой страшной и жестокой войне в истории человечества крепло и закалялось народное единство проживающих в республике белорусов, русских, украинцев, поляков, евреев и других малых народов. В немыслимых испытаниях белорусский народ формировался в единую нацию. И мы с гордостью говорим, что Советская Республика, ставшая в 1945-м соучредителем Организации Объединенных Наций, заняла почетное место в международном сообществе, состоялась как белорусское национальное государство с равными правами всех граждан. В 20-м веке наше национальное единство не раз было испытано на прочность. В 90-е прошлого века, когда народ отверг попытку построить на своей земле националистическое государство крайне радикального толка, тогда был лозунг «Беларусь для белорусов». Больше никого не должно быть. Не дал развалить страну и растащить богатство по углам. Сохранил мир и согласие в обществе. И в августе-сентябре прошлого года, когда в острый период, развязанный против нас, гибридной агрессией, Беларуси отстояли свою независимость. Мы, настоящие белорусы, не дали повторить блиц-крик 40-х годов прошлого тысячелетия столетия. Но к драматическим урокам первой половины прошлого столетия мы возвращаемся не для того, чтобы кого-то упрекнуть. Я повторю, что говорил не раз. Соседи нам даны от Бога, как и любому другому государству. В отношениях со всеми мы стремимся к миру и дружбе. Мы никогда не зарились на чужой каравай или клочок земли. Нам своего хватает. Мы даже не напоминаем сегодня им о том, что Белосток и Белосточина – это белорусские земли. Что Вильно – это тоже белорусский город и земли вокруг. Мы же об этом не говорим. Внутриконфессиональное равновесие и межнациональное единство – незыблемая основа нашего общества. Все мы, живущие на этой земле люди – белорусский народ. У нас одно государство, один закон, общая историческая память на всех. Это нерушимо. Это навсегда. Но мы никогда не позволим героизировать бурых и прочих убийц белорусского народа. Такими они навсегда останутся в нашей исторической памяти. И нечего здесь делать тем, кто этих преступников тащит из-за бытия, кто пытается подчинить, растоптать, разорвать нашу суверенную страну, сделать ее частью санитарного кордона, окружающего братскую Россию. Многие говорят... АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Многие говорят... А может быть, уже надо забыть все, что было меньше сотни лет тому назад. Ну ладно, была Хатынь, там памятник. И тысячи тысяч таких памятников, где зверски убиты наши люди. Можно забыть. Только вы не забудьте, белорусы, одно. Как только мы забудем дорогу к этим памятникам, как только зарастет хмызняком дорога к Хатыни, это повторится. Это снова придет в наши дома. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Пока мы помним, мы живем. И просто житейская мудрость. Если мы забудем их, точно так забудут нас. Поэтому мы не должны этого допустить. Это в наших славянских сердцах и помыслах. В основе народного единства древнейшая в нашем государстве традиция народовластия. Свой исторический, политический статус мы вместе выбираем на референдумах, всебелорусских собраниях. Выбираем сердцем. Выбираем сами. Никто нам не диктует. Именно так. В 2021-м, в год народного единства, было озвучено и поддержано большинством голосов белорусов предложение сделать день 17 сентября своим новым государственным праздником. Потому что для нас он давно является символом белорусской государственности и заветом будущим поколениям. Заветом беречь суверенитет страны, национальное единство и мир на родной земле. Помните, белорусы, это главный праздник, который мы долгие десятилетия стыдливо не хотели обозначать. Не было бы этого праздника, не было бы страны и не было бы нас. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья, что называется с корабля Набал, я только что покинул землю дружественного нам Таджикистана, неимоверно красивая страна, к сожалению, только 4-5% там, где можно жить, кормить людей, около 10 миллионов человек, быстро растущее население, все остальное горы. Поэтому, подлетая в который раз к Душанбе, я поразился тем, как там работают люди. Каждый клочок, как будто ложкой или вилкой для принятия пищи или еды, ухожен каждый клочок, потому что от этого зависит жизнь этого народа. Страшная ситуация вокруг. Атмосфера, воздух трещит от этой напряженности на юге. Взорвался в очередной раз Афганистан. 1400 километров, как у нас с Украиной, у Таджикистана, с Афганистана. Страна, истерзанная гражданской войной, два десятка лет тому назад, подхваченная моим другом на руки Рахмоном, только начала подниматься. Люди только в прошлом году получили достаточно электрической энергии. Жизнь тяжелейшая, но люди преодолевают это. И снова беда. Я к чему это говорю? Я это говорю к тому, чтобы вы берегли то, что есть. Если мы только потеряем все, что мы имеем, беда. Беды не миновать. И когда ты возвращаешься в очередной раз домой, ты в очередной раз начинаешь понимать, в какой красавице, в какой прекрасной стране, в каком прекрасном месте, подаренном нам Богом, мы живем. Берегите это. Это принадлежит нашим детям. И мое обращение в заключение к вам, нашему белорусскому народу. Я хочу поздравить вас с новым государственным праздником, который займет такое же достойное место в нашей современной истории, как День Победы и День Независимости. Но еще раз подчеркну, если бы не было этого воссоединения, объединения, не было бы у нас ни Дня Победы, ни Дня Независимости. Нас бы не было, потому что не было бы той земли, на которой предки наши родились и которые своим трудом возделывали. Потому что дата 17 сентября жила и будет жить в сердце и памяти белорусского народа. И мы, граждане современной, независимой Беларуси, знаем, что навсегда связаны с самобытной судьбой разных поколений белорусов. Тысячу лет живущих на этой земле, на нашей с вами родной белорусской земле. С Днем Народного Единства, дорогие друзья! С Днем Народного Единства